Когда обычный лесной ёжик попадает в городскую квартиру, с ним происходят необыкновенные приключения. Библиотека номер 18 Северного округа продолжает знакомить с творчеством Елены Владимировны Казакевич, замечательным врачом, профессором и писателем, и предлагает послушать отрывок из книги «Пыхча. Необыкновенные приключения обычного ёжика». Маленький ежонок бежал по лесной тропинке и всё время оглядывался, нет ли кого за ним. Он первый раз пошёл гулять один, без мамы ежихи и трёх своих братишек. Мама сказала, что ему теперь пора начинать жить самостоятельно. В лесу было тихо, только изредка куковала кукушка, да ветер чуть шелестел кронами деревьев. Вдруг раздались звуки, которые ёжик никогда раньше в своей жизни не слышал. Топ-топ, 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 а ещё ха-ха-ха-ха-ха. Не успел он толком прислушаться, чтобы понять, что это такое, как из-за деревьев появились двое совершенно одинаковых мальчишек. Братья-близнецы Максим и Никита. Ребята быстро пошли по тропинке, весело болтая. Ежонок ещё не встречал людей и очень испугался. А вот дети ежей видели. Правда, только на картинке в азбуке. Там, рядом с огромной буквой Ё, был нарисован очень симпатичный ёж, у которого на спине было большое красное яблоко. «Смотри, Никита, это же ёжик!» «Точно, Максим, он самый!» «И не убегает!» «Давай возьмём его с собой!» Ежонок от страха не мог сдвинуться с места и свернулся клубком. «Руками не взять! Колючий!» «А что, если веточкой в корзину закатить?» И Никита ловко подтолкнул ежонка в корзинку еловой веткой. Ребята побежали домой. Они жили на самой окраине города, и лесок был совсем близко от их дома. Корзина раскачивалась, и это успокаивало ёжика. Голоса детей тоже уже не пугали его. Потом он услышал непонятные звуки. Хлопнула дверь в подъезд, зашумел лифт, пропел звонок двери в квартиру. И новый человеческий голос. «Ну как, насобирали грибов?» «Нет, мамочка, мы без грибов!» На перебой закричали мальчишки. «Зато... Смотри, кого мы нашли!» Ижонка выкатили из корзины на пол. «Вот так находка!» «Что мы с ним делать будем?» спросил новый голос. Он тоже был добрым, и ёжик опять услышал «Ха-ха-ха-ха!» Вместо мягкого лесного мха ёжик чувствовал под собой какую-то твёрдую поверхность. От любопытства он приоткрыл глаза и немножко расправился. Потом осмелел, развернулся окончательно и побежал по паркету, цокая лапками. «Пых-пых!» «Пых-пых-пых!» запыхтел он, принюхиваясь к незнакомым запахам. «Пыхча!» «Назовём его Пыхча!» засмеялся Максим. «Фыр-фыр-фыр!» зафырчал ёжик. «Ой, он не только пыхтит, но ещё и фыркает! Может, фырчиком назовём?» Никита. «Давайте проведём эксперимент». Мама присела на корточке и стала звать «Фырча-фырча!» «Пыхча-пыхча!» На «фырча» и жёнок не реагировал, а когда услышал «пыхча», повернулся к маме и поднял голову. Так пыхча стал пыхчей! Чтобы в каждом доме поселился свой маленький пыхча, давайте сделаем его своими руками. Для работы вам понадобится цветная бумага и картон, цветная пряжа или ленты, ножницы, клей, карандаш, линейка, черный фломастер и фигурные вероколы. Шаблоны с деталями ёжика вы можете скачать, пройдя по ссылке. Обводим по шаблону одну деталь ёжика из коричневого картона и две детали мордочки из жёлтого картона. Детали вырезаем аккуратно по контуру. С помощью фигурных дыроколов из цветной бумаги нужного цвета нарезаем детали для глаз, носа, лапок и разноцветные осенние листочки. Черным фломастером нарисуем зрачки, это глазки. Черное сердечко разрезаем на две части, это носик. Два коричневых сердечка разрезаем на четыре части, будут лапки. Из разноцветной пряжи нарезаем отрезки ниток длиной по 25 см и скручиваем в жгутик. Жёлтые детали мордочки наклеиваем на основную часть ёжика, отогнув при этом ушки. Наклеиваем глазки. Приклеиваем носик. По линиям сгиба наклеиваем четыре лапки с обеих сторон. Чтобы ёжик получился добрым и жизнерадостным, нарисуем ему ротик. Пусть он улыбается. По намеченным линиям сгибаем левую и правую половинки, образуя полоску-подставку. С помощью дырокола вверху прокалываем круглое отверстие для бантика. Наклеиваем разноцветные осенние листочки с обеих сторон. Осталось только завязать бантик вверху, и сумочка готова. О том, что приключилось с ежонком, вы узнаете, прочитав книгу до конца. А потом... Потом вы сами придумаете, чем закончится эта удивительная история и напишите её продолжение на пустых страничках.